МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подвиг фронтовиков не должен быть забыт. Ветеранов Великой Отечественной войны наградили юбилейными медалями. Радио – это русское изобретение. Сегодня в Рязанском радиоуниверситете собрались выпускники разных лет, чтобы отметить день радио. С озеленением в парке морской славы горожане высадили более 400 новых деревьев. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня губернатор Рязанской области Олег Ковалев встретился с ветеранами войны и тружениками тыла и вручил им региональные награды в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония состоялась в Музее истории воздушно-десантных войск. Накануне 9 мая губернатор Олег Ковалев встретился с ветеранами, тружениками тыла и узниками фашистских концлагерей. Прежде всего он поздравил собравшихся с праздником и отметил большой вклад рязанских фронтовиков, заводчан и сельчан в общую победу. Так важно ваше свидетельство, ваше мнение, ваша позиция, ваши индивидуальные истории, которые с вами происходили в этот период жизни. Я прошу вас по мере сил и здоровья доносить эту историческую правду о тех эпизодах вашей жизни до молодого поколения. Рассказывать о том, какой ценой досталась победа и какие трудности пришлось пережить. Далее Олег Ковалев наградил ветеранов региональными наградами, медалями в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Примечательно, что награды получили участники поисковых отрядов и военно-исторических клубов города. Сейчас их работа очень важна, отметил глава региона, поскольку не утихают попытки переписать историю, чтобы исказить и преуменьшить вклад советского народа в победу над фашизмом. 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества, российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Сегодня это праздник работников всех отраслей связи. Традиционно в Рязани день радио празднуется весьма широко. Основные торжества и встречи проходят на территории радиоуниверситета. 7 мая в России отмечают день радио. Для Рязани этот день особенный, благодаря тому, что в нашем городе располагается один из самых известных вузов России – Рязанский государственный радиотехнический университет. Сегодня с праздником всех студентов, преподавателей и выпускников поздравили космонавты с МКС. Сеанс связи установили в половине 12-го, когда МКС пролетала прямо над Рязанью. Поговорить с членами экипажа удалось аспирантам, преподавателям вуза и губернатор области Олегу Ковалеву. Для меня большая честь приветствовать экипаж космического корабля. Я впервые, немножко даже в растерянности. Действительно, от всех рязанцев хочу передать вам большой привет, успешного полета, успешной реализации той программы, которую вы реализуете на этом космическом корабле. И хочу также поздравить вас с Днём Радио, во-первых, потому что для нас это большой праздник, поскольку в Рязани один из ведущих радиоуниверситетов Российской Федерации. И поздравить также с 9 мая, с Днём Великой Победы, в Великой Отечественной войне. Пожелать вам всяческих благ, успехов и благополучного возвращения на Землю. Спасибо. Приезжайте в Рязань, мы вас будем встречать как родных. Спасибо большое. Здорово на вас, привет. С великим праздником Победы. Поздравляем, 2 экипаж, все 6 сил. Спасибо большое. Прием. Сеанс связи длился всего несколько минут, но космонавты успели сфотографироваться на фоне Рязани. Фотографию обещали прислать правнуку Константина Цалковского, Сергею Самбурову, который руководил сеансом связи. Я готов приезжать к вам почаще и делать спутник, и чтобы наш спутник полетел, и тоже мы с ним сигналы принимали, и потом, чтобы специалисты выросли хорошие, пришли к нам в энергию работать, в космонавты, в Королёвы, там пристали, и делали уже большие спутники, и вот такая хорошая перспектива намечается. Ну и, конечно, с самого утра возле здания университета, а также в Центральном парке неподалеку, собрались толпы выпускников. Даже страшно вспомнить, я заканчивал институт в 68-м году. Вот. А прихожу ли я каждый год, по возможности. Вот. А уж как круглые даты, то приходим обязательно. Сегодня даты не круглые, но захотелось прийти, увидеть бывших сокурсников, тех людей, с которыми вместе учились, преподаватели. День радио всегда отмечался с размахом. Не исключением стал и нынешний год. Так что Попов воскрес. С праздником! Инженеры и рабочие Рязанского приборного завода не только изобрели, но уже и внедряют в массовое производство зарядное устройство для автомобилей, оборудованных электрическими двигателями. Накануне они провели презентацию своего изобретения. Недавно на базе Рязанского приборного завода был создан опытный образец АЗС Фора для автомобилей, но конструкторы проектно-технического центра не сидят сложа руки. Первый отечественный электромобиль ВАЗ-1817Л ЛАДА уже заряжался от данной станции. В этот раз Рязанский приборный завод продемонстрировал способность АЗС Фора подзарядить и зарубежный электрокар. Настоящая зарядная станция АЗС Фора это та же станция, которую мы демонстрировали еще месяц назад, когда мы показали нашим телезрителям, как от этой зарядной станции заряжала наш первый отечественный электромобиль ЭЛЛАДА. Называется он ВАЗ-1817. Тогда мы демонстрировали, как он заряжается как от медленной зарядки, это зарядная станция переменного тока, так и от быстрой, это зарядная станция постоянного тока. Но учитывая, что перед нами стоит задача как бы смотреть в будущее, и чтобы зарядные станции нашего производства могли заряжать не только отечественные электромобили, но и импортные, мы, соответственно, провели доработку на соответствии международным стандартам по электротранспорту. В данном случае эта зарядная станция, которую мы демонстрировали, она доработана, и для того, чтобы убедиться, что у нас все получилось, мы обратились с просьбой к представительству фирмы «Митсубиши», к автосалон «Фёст», который нам любезно предоставил электромобиль «Митсубиши», в данном случае вы видите ее рядом с нами. И таким образом мы, попробовав соединить эти два устройства, убедились, что у нас все получилось. Но технические характеристики электрозарядной станции, они ничуть не изменились, но единственное, что у нас теперь электрозарядная станция умеет общаться с электромобилем, потому что на этот счет есть специальный протокол. В этот раз подопытным оказался предоставленный автосалоном «Фёст» электрокар «Митсубиши Аймиев». К слову, ИЗС доработана под иномарки в соответствии с требованиями евростандарта. «Митсубиши Аймиев» – это полноценный электромобиль, который не загрязняет окружающую среду, способен преодолевать дальние расстояния и развивать высокую скорость. Преимущество владения данным автомобилем – это легкая управляемость, безопасность, экология. Полный цикл зарядки данного автомобиля составляет 8 часов. Заряжать его можно как от сети 380 вольт, так и от обычной городской сети 220. А запас хода данного автомобиля составляет 160 километров. Полный электромобиль, никаких двигателей внутреннего сгорания нет, отсутствует как таковая коробка передач. Поэтому эксплуатационные характеристики также достаточно выгодны, и дальнейшее техническое обслуживание по результатам некоторых расчетов становится гораздо экономичнее, нежели обычного автомобиля с двигательным внутренним сгоранием. Статистика утверждает, что сейчас в мире насчитывается около 300 тысяч электромобилей, а к 2012 году прогнозируют эксперт и доля электрокаров может достигнуть 10% от общего числа автомобилей на планете. Поэтому и зарядных станций будет с каждым годом требоваться все больше. По оценкам специалистов, потребность России в такой инфраструктуре оценивается как минимум в 500 тысяч зарядных станций всех типов. И, соответственно, у установки фора Рязанского приборного завода открываются большие перспективы применения рядовыми отечественными автолюбителями. Свыше 400 новых деревьев высажены сегодня в парке морской славы в микрорайоне Конищево. Большая их часть пришлась на недавно присоединенную к зеленой зоне территорию. О том, как происходила посадка, расскажет Алена Куколева. В парке морской славы сажают деревья. По итогам общественных обсуждений его территория стала больше. К уже благоустроенной части добавилось еще почти 60 соток земли, которую городские власти намерены привести в порядок. Значимость заключается в том, что, по сути, мы выполняем те обещания, которые, в том числе, на публичных слушаниях давали жителям данного микрорайона. Мы говорили о том, что парк морской славы будет не только сохранен, он будет увеличен в объеме. И сейчас вот можно видеть, как на вновь присоединяемой к парку территории, территории, которая не была официально оформлена, как зеленая зона, на территории, которая расширила границы парка, происходит самый первый этап высадка деревьев. На присоединенные к парку морской славы территории сегодня сажали молодые черемухи, клёны и другие декоративные деревья. Деревья посажены 420 единиц. Во-первых, это деревья и кустарники шести видов. Если говорить о деревьях, то деревья представлены черемухой, черемухой краснолистной и клёном краснолистым. Из кустарников это пестролистные кустарники, которые применяются для дизайна городских парков. Это пузыреплодник и два вида дюрина. В озеленении принимали участие школьники, работники дирекции по благоустройству города, жителей района, а также члены молодежно-православной организации. Мы сажаем деревья в парке морской славы. Мы приехали, нам сказали, что нужно посадить, а оказалось, что уже все лунки заняты. Сейчас вот мальчишки накопают вместе с рабочими, а нам пока вот дали бёдра, мы их ходим поливаем. Потому что это вот сегодня утром посажены деревца. А потом, когда лунки будут готовы, будем сажать. Цель посадки, когда была задумка строить храм, то там часть деревьев у нас попадали под вырубку. Поэтому мы очень долго боролись, чтобы храм у нас здесь был. Для этого сажаем больше, чем было. Мы занимаемся посадкой деревьев, облагораживаем территорию. Я с микрорайона Тоска, третий квартал, поэтому это наше дело. В ближайшее время городские власти намерены продолжить благоустройство данной территории. Здесь планируется разбить дорожки, установить скамейки, беседки, малые архитектурные формы. Кроме того, дополнительные зелёные насаждения сегодня были высажены в мемориальной части парка. Она пополнилась красивыми кустарниками и вечно зелёными растениями. Также посадочные работы прошли сегодня в парке имени Гагарина в Прёкском посёлке. Активисты Совета территории совместно с нашим коллегой, депутатом Рязанской городской думы Евгением Зызиным высадили в парке Сосны и редкие для нашего города кедры. А для ветеранов Железнодорожного района депутаты Гордумы Сергей Самарский и Андрей Савичев организовали фронтовую поляну. Депутаты Рязанской городской думы Сергей Самарский и Андрей Савичев уже традиционно в преддверии праздника Победы организуют для ветеранов жителей Железнодорожного района фронтовую поляну. Этот год исключением не стал. В первую очередь делегация направилась к памятнику, посвященному работникам Рязанского керамзавода, ушедшим на фронт. К мемориалу возложили цветы, после чего ветераны войны произнесли трогательную речь. Мы живем с вами на исторической земле, в исторические моменты, когда мы отмечаем с вами 70-летие победы советского народа, года Великой Отечественной войны. Именно наступление победы началось с Рязанской земли. Ну и как тут обойтись без вкусного стола? Фронтовую поляну, как и в предыдущие годы, было решено разбить в сквере у местного дома детских искусств. Депутаты стараются уделять ветеранам как можно больше времени, слушают их историю, всегда реагируют на их просьбы. Ведь с каждым годом участников войны остается все меньше. Мы в преддверии праздника 9 мая организовываем так называемую фронтовую поляну. В этом году, учитывая, что это большой юбилей, 70 лет со дня победы, мы также привели в порядок парк керамзавода, обелиск павшим воинам. Сделали благоустройство. Сегодня собралось у нас около 100 ветеранов, которые и участники войны, и труженики тыла, и дети войны. Сегодня мы празднуем самый светлый праздник, праздник всех праздников, который только может быть в нашей стране, по крайней мере. Поэтому хочется сказать вам слова огромной благодарности за все то, что вы сделали для будущих поколений. Спасибо вам. Хочется пожелать вам прежде всего крепкого здоровья. Живите долго на радость, а мы всегда будем вас помнить. Мы и будущее поколение. Спасибо за то, что вы для нас сделали. Пока наши дорогие ветераны, храбрые, самоотверженные и мудрые окружают нас, участвуют в воспитании молодого поколения, становятся как-то чуточку спокойнее. Хочется радовать их почаще, чтобы такие с большой буквы люди, в свою очередь, радовали нас еще долгие годы. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет ректор Рязанского радиотехнического университета Виктор Гуров. И речь в беседе пойдет о праздновании Дня радио. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители и гости города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания поздравляет вас с 70-летием Великой Победы. И желает всем мирного неба над головой, согласия и благополучия в каждом доме. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания